Огурцы и помидоры – это одни из самых популярных растений для выращивания на дачном участке. Летом можно будет заготовить баночки с солениями на зиму и порадовать себя и своих близких полезными витаминными салатами из свежих овощей. Чтобы урожай помидор и огурцов был изобильным, вкусным и качественным, растения в период роста нужно обязательно подкармливать. Для этого используются специальные удобрения, выпускаемые химической промышленностью, либо же проверенные народные методы подкормки. Причем народные натуральные средства гарантируют отсутствие в овощах вредных химикатов, которые могут быть при передозировке куста химическими удобрениями. Народные методы основаны на натуральных питательных элементах, идеально подходящих для подкормки сельскохозяйственных растений. Подкормка при высадке рассады Вы удивитесь, но при высадке рассады необходимо на дно лунки под томат положить небольшой кусочек свежей рыбы, припудрить ее ложкой золы, засыпать землей и высадить рассаду. Такой странный способ максимально эффективно напитает растения калием, фосфором и другими полезными веществами. Для огурца на дно лунки кладут немного свежего навоза, присыпают землей, кладут еще слой навоза или перегноя с золой, после чего высаживают растения. Это азотистая подкормка, которая еще и обогреет корни огурца. Это очень важно для культуры, которая любит тепло. После высадки в парнике или на грядке спустя 2-3 недели томаты и огурцы можно подкармливать настоями из крапивы и других сорняков. Бидон, ведро или бочку наполняют измельченной травой на 60-70%, заливают водой и оставляют под крышкой на 1-2 недели для процесса брожения. Когда начнут активно выделяться газы, удобрение будет готовым к использованию. Его нужно будет развести в пропорции 1 к 10 с водой и вносить по 1-2 литра под каждое растение. Это даст огурцам и томатам нужное количество калия, железа и азота для роста отличного урожая. Подкормка во время цветения В этот период огурцы и томаты удобряют калийными и фосфорными удобрениями, сразу после того, как на них завязались первые цветочки. Я советую использовать следующие подкормки. Настой из золы. Для его приготовления нужно смешать полстакана золы с 10 литрами воды и настоять в течение нескольких часов. Настоем нужно обработать каждый корень по пол-литра. Чтобы плоды завязывались лучше, можно сделать йодный раствор для полива растений. 3-4 капли йода на ведро будет вполне достаточно. 3-4 капли йода на ведро будет вполне достаточно. Смесь борной кислоты с водой. Берем чайную ложку кислоты, растворяем ее в чашке с горячей водой и смешиваем раствор в ведре воды. Подкормка во время плодоношения Помидоры и огурцы во время плодоношения можно подкормить настоем из дрожжей. Его можно приготовить по следующему рецепту. 100 граммов дрожжей смешиваем с небольшим количеством воды. Добавляем полстакана сахара и воду до 3 литров. Настаиваем эту смесь в течение недели. Перед тем, как использовать удобрение, его нужно развести в ведре с водой, после чего поливать по 1 литру раствора под каждый куст. Большим преимуществом народных рецептов для подкормки томатов и огурцов является то, что они позволяют вырастить экологически чистый и совершенно безвредный для человека продукт, при этом усиливая его рост и плодоношение так же эффективно, как и химические аналоги.